АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И мои друзья об этом знали и решили познакомить меня с человеком, который приехал в Россию для того, чтобы познакомиться и, возможно, жениться на русской невесте. Он именно искал русскую невесту. И мой друг решил приятно с полезным создать такой, да, и пригласил меня на встречу. Если ты хочешь, я могу тебя познакомить, человек серьезно настроен. И он живет, правда, он был из Саудовской Аравии, но это не мешало ему. Это не мешало ему. Хорошо, они из сектора газа. Ну, ему не мешало пребывать в Эмиратах, в городе Дубае. Вот. И я приехала в ресторан с своим другом. Мы пообщались, я ему очень сильно понравилась, и он решил остановиться на мне. Было обещано многое, в том числе и обучение за границей, проживание. Взамен на? Взамен на любовь. И он пригласил меня и мою маму в Дубай для того, чтобы уже я дала ответ, да, или бы нет. Чтобы показать страну, чтобы я увидела, нужно ли мне это или нет. Полностью восточная, да, и одежда, в принципе, стиль, и накрашена так. А вы, девчонки, откуда приехали? Мы в Москве живем. Москвички, да? А папа кто в пансиональности? Забайкальский гуран. Это что такое? Ну, это шутка, шутка. А когда у него спрашивают, кто он по пансиональности, он так и говорит, забайкальский гуран. А если без шуток, то? По паспорту русский. По паспорту русский. И вы тоже, да? Ясно. И вот вы познакомились, на крыльях к маме прилетели и говорите, мамочка, собирай свои... Нет, она сказала, что... Она мне вопрос задала, извините, если я перебиваю. Она мне вопрос задала, как ты думаешь, вот мне предлагает замуж шейх, а я говорю, как так предлагает замуж шейх, ей 17 лет. Ну, у них там можно и в 12, и в 13, но в России это как-то 17 лет рановато. Да, ладно. Нет, нет. Но не 13, ну шейх же. Нет, вы знаете, что, если честно, если честно, я когда вот мечтаю о чем-то, я думаю еще, вот вырастет у меня дочка, я обязательно ее выдам замуж за шейха. Вот почему-то у меня мысль такая была, не знаю почему, когда еще она была маленькая. Ой, как я вас понимаю. Да, естественно. Ну да, я тоже мечтаю. Глядишь, и ваша будет такая старость. Да, вы знаете, и на самом деле действительно предлагает шейх замуж, ей было 17 лет. Ой, какая прелесть. И вот вы. В общем, мы собираем чемоданы и с улыбками на лице уезжаем в Дубай. Начинаются рассказы «Тысяча одна ночь» с арабскими этими. Да, я бы хотел, чтобы она рассказывала мне перед сном. А он вам прислал тысячу долларов на билеты и все? Нет, он все оплатил сам. Молодец какой. Все сделал за нас, и мы прилетели в Эмират, он нас встретил, поселил у нас в хорошую гостиницу. Ну, не ту, которую обещал, да? Нет, нет, очень хорошая. Нет, очень хорошая гостиница. И начал нам показывать и рассказывать об этом городе. В общем, все было так прекрасно, все красиво, и в итоге... А вы говорите, а школа-то где? Где я буду учить языки? Вот в том-то и дело, что ни школы, ничего этого не было. Нет, он вам показал школу, где девчонки ходят в хиджабах? Ну, в Дубае это не так страшно, что я не надела хиджаб, это не Саудовская Аравия. В общем, там все более-менее цивилизованно, там не так все строго. Вот, но... Просто обещано одно, а сделано все на другое. Обещал, короче, бриллианты, а подарил вам такой индийской золотишко. А что подарил вам, кстати? Подарил мне золотой комплект. Дорогой очень. И маме тоже. С бриллиантами? У меня с бриллиантами, но у мамы, к сожалению, с черной жемчужиной. О, ну тоже хорошо. Она его отнесла в ювелирку, потом, короче, когда он ее бросил, сдала и устроила девичник. А сколько оценили-то? Вы знаете, вот в том и оценили-то плохо. Когда он предоставил нам какой-то контракт, который для меня вообще чушит, я его даже перевести не могла. Там стояла, я только увидела сумму 5 тысяч долларов. Я думаю, нифига себе. У меня единственная дочь за 5 тысяч долларов. Это как-то не щелки. Кошмар какой-то. Пусть они свою такую оценят. Хорошо, а во сколько бы вы оценили свою дочь? Вы знаете, дело в том, что я уже ни во сколько бы не оценила. Я бы оценила свою дочь в 26 верблюдов и 37 баранов. И 37 баранов. Вопрос в том, что он хотел, чтобы она прекратила учебу в Москве. Она была студенткой, на тот момент уже поступила. Я была категорически против. Мне надо было, чтобы она образование получила в России. Обязательно. А что там она получит, я не знаю. А вы зачем туда поехали тогда, маменька? Я, я, дело в том, что она... Ну как же, она не может мне отпустить одну. А вдруг я не вернусь? А вдруг ее увезут в пустыню, извините. Что с ней там будет? А кто вас спросил-то, вам бы обратно билетик в зубы и в Москву? Да без проблем. Но дело в том, что когда я вижу, что моему ребенку из ушей выдирают эти наушники, нельзя слушать даже Мадонну, европейскую музыку, извините. Ну как это? А вы на что надеялись, девчонки? Нет, понимаете... Вы знаете, в Дубае есть современные шейхи. Послушайте. Как мы. Послушайте. Во-первых, приезжие никогда в Эмиратах не может стать полноправным государственным человеком. То есть с правами, с наследством и так далее. Вы можете стать только 97-й девочкой для развлечений. Вы как-то, когда едете в страну, почитаете что-то. Просто человек, ища русскую девушку, должен как-то уважать ее тоже самое заходу. Нет, не должен. Нет, я готова принять даже религию. Девчонки, можно я вас сейчас... Вы все совсем не про то говорите, потому что, ну, я как-то, может, и создаю впечатление глупое, но давно живу, поэтому опыт какой-то есть. Я точно не буду. Когда маменька везет 17-летнюю девочку в Эмираты, к какому-то бабаю, и говорит, что, а что это, музыку нельзя, короткие юбки нельзя, сигарету нельзя, и вообще там не выпить, не поразвлекать, не дать скотек. А мы думали, что это вполне себе светское цивилизованное государство. Вы о чем? Дикие люди, дикие. Адель, вы сказали, что вы хотите поменять веру. Нет. Я могу ли ради любимого человека... Вот, значит, поменять веру. Да, поменять веру. Послушайте, о чем Лариса говорит? О том, что надо знать правила. Я эти правила, ну, не знаю до конца, но вы сказали такую фразу, справочник мусульманской женщины. Я залезла в этот справочник и прочитала. Самое простое и быстрое. Это для всех и для девочек, которые смотрят. Значит, первое, конечно, принятие веры, это обязательно. Пять молитв в день. Одежда, тело и волосы должны быть закрыты. Косметика, парфюм нет. Соблюдение поста. Воздержание от пищи, воды, табака, интимных отношений. От рассвета до закатов месяц рамазан. Если вы богаты за счет мужа, ежегодно 2,5% в казну, будьте любезны. И, конечно, хадж совершать в Мекку. Все, милые, как отчина же, вот как, иногда говорится, русские говорят. А какой женой она по счету должна была быть интересна? Темная, вот точно. У них же там несколько жен. Гаремы целые, точно. Анжела, вы чем занимаетесь? В смысле? Ну, вы работаете, у вас есть бойфренд или муж. У меня свой бизнес. А дети еще есть? Мужчины есть? Да? Мужчины? Мужчины тоже есть. Ну, надо бы. Ну, надо бы. А сколько лет-то вам? Нет, вы уже маму не возьмут, в Мераду. Мне они не нужны. Я могу дома поехать куда? Я не стремилась жить в Мераду. Извините меня. Я в состоянии купить там квартиры, жить без тебя. Вы хотите, чтобы о вас заботились, как о принцессе, да? Я не прошу каких-то... Четыре года вы... Послушайте, Адель, из-за того, лучше быть просто за мужчиной. Она любит четыре раза в году отдыхать. То бишь, можно два раза в декабре отправлять и два раза в январе. За границей. За границей. Забудьте про Эмираты. Девчины, посмотрите, какая у нас широка страна наша родная. Ну, ребят, ну как-то... Ну, почему над нами мусульмане такого высока разговаривают? Потому что мы идиоты. Мы себя не уважаем и не любим. Ну, потому что я не видела никогда ни одной мусульманской девочки, которая бы пришла и сказала, «Я мечтаю принять православие». Или молодой человек. Вдруг бы пришел в косоворотке, в сапогах и на гармошке. Айтерна, айтерна. Ну, что это такое? Сжигательно. У меня прям в пляс захотелось, слышишь, на самом деле. Адель, вы готовы к браку по сговору? Вот к такому традиционному. Потому что вы сказали, «Но как, почему вы головой мама отрицаете?» Она же сказала, он не выполнил свои обещания. Он мне сказал, «Я тебя буду учить, а ты мне за это любовь». Ну, это вот классический сговор, да? То есть любовь будет, если... Хорошая вещь, кстати. 23 года. Вот просто давайте теперь начинаем новую жизнь. Вы такая хорошенькая, совершенно чудная, молодая девчонка. Боже мой, в ваши-то годы, при маме, которая занимается бизнесом, с деньгами, одна дочка, всё у вас впереди. И сплошное впереди счастье. Если будете теперь уже включать мозги. Сегодня пришли за вас бороться три потрясающих мужчины. Вы обязательно должны уйти с кем-то в новую жизнь. Вас там уже не будет никто обманывать, потому что мы просто не дадим вам попасть в лапы к проходимцу. Хорошо? Хорошо, мы готовы. Ну, ладно. Всё-таки Новый год есть, Новый год. Все подустали, Манёв, поэтому... Эмираты, привет. Они там смотрят тоже наш телевизор. А мы как-нибудь сами, своими мужиками и силами. Роза, Вася. Ну, а что? Я всё-таки рекомендую не уходить от сложившегося стереотипа вашего мышления, вот как я умно говорю, под Новый год. А если по-простому, девочки, сговор, брак по расчёту, ещё никогда не подводил, честно говоря. Надо выставлять требования мужчине, а чё ж такая красота должна пропадать? Четыре раза в году за границу ездить нормально. У нас, знаете, какие женихи и с деньгами, и готовы это делать. Так что давайте не будем уходить с наших нужных рельс, и я буду как раз такого искать. Адель, любите смотреть музыкальные каналы, любите музыку, поэтому я вам советую современного, молодого, и проживите жизнь молодой девчонки, успеете ещё вот в возрасте Розы Соломоновны уехать и в сектор газа, и куда хотите. А что там вас завёл, засоветую? У вас в гороскопе объединились не самым гармоничным образом стихии воздуха и земли сразу. Это с одной стороны лёгкость, с другой стороны практичность. С одной стороны легкомыслие и желание развлечения, потому что в Близнецовской Венере вы ждёте того, что мужчина раскрасит вашу жизнь чем-то весёлым, разнообразным. Одновременно вы практичны, знаете свой интерес и выгоду. Вообще говоря, воздух и земля редко соединяются гармонично в гороскопе. Ближайший год для вас не будет наполнен яркими событиями, скорее всего. Поэтому я вам прям так настойчиво предлагаю самостоятельно загадать желание на этот год, ну и всем, наверное, зрителям тоже нашим. И одновременно постараться подумать над тем, что всё-таки вы можете в этом году сделать. Я не уверена, что вы выйдете замуж, скажу откровенно, но познакомиться с нашими мужчинами поближе не помешает просто потому, что следующий год для вас всё тот же год, к сожалению, обманов, интриг и иллюзий. Поэтому не помешает получше разбираться в человеческой природе. И мне кажется, что сегодня такие три мужские истории помогут в этом. Очень скоро нашу невесту ждут три незабываемой встречи. Возможно, одна из них изменит её судьбу. Не пропустите. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии «Адель». Идите, встречайте первого жениха. Удачи. Хороший парнишка. Здравствуйте, Ваге. С кем вы? Я со своим коллегой. Его зовут Руслан. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Ваге. 23 года. Арт-директор в ресторане. Увлекается охотой и рыбалкой. Мечтает построить дом в Анапе. Предупреждает, что он ревнив и будет сам подбирать гардероб своей избранницы. Никогда не женится на девушке, если она будет красить губы яркой помадой. Ваге требовала от своей возлюбленной полного повиновения. Сначала все так и было. Но затем она начала позволять себе вольности, а потом и вовсе сбежала к родителям. Надеется, что Адель будет покорной женой. Ну, судя по фотографиям, вы-то себе позволяете многое. И зажигаете, я там смотрю, где-то... Вы понимаете, у меня просто такая профессия, как бы своим музыкантам я должен подавать пример, чтобы люди получали удовольствие от того, что они находятся у нас в гостях. А вы кто по национальности? Я армянин. А, то есть вы православный? Да. А почему вдруг столько запретов? У меня столько друзей армян, которые женились на русских девчонках, и вот так живут. И они не то что яркой губой помадой красят, они просто все разукрашены. Ничего страшного. А вы-то, вот смотрите, с яркой помадой, почему вас с ней не устраивает? Нет, вы знаете, вот у меня тоже на самом деле очень много друзей есть, у которых жены русские, да, как бы, но раз на раз не приходится, не все красят губы так, как вы говорите. Каждый человек волен выбирать сам. Ну, у вас были уже отношения, да? Она была русская? Нет. Армянка? Она была наполовину русская, наполовину была узбечка. Не любовь, но... Да. Чувство близкое к любви? Да, да. Постельный режим называется? Нет. Нет, к сожалению, этого не было. Как это? Этого не было до того момента, как бы, мы с ней довольно-таки очень, я думаю, уже узнали лучше друг друга. А предложение ей делали в Аге? Да. То есть вы собирались за ней жениться? Да. Ну, а почему не женились-то? Ну, вот так вот получилось, что мы один день просто, не знаю, вот когда вот уже жили вместе, она как бы уехала, приехала, вот через два месяца, и я увидел какие-то изменения, да, вот как бы какой-то холод. Вот, господи, ты придёшь мне тоже сейчас рассказывать историю, да? У тебя, по-моему, их очень много, тебе надо будет. Мы познакомились с ней на курсах волонтёров. Помогали бедным животным обрести второй дом. А что вдруг, ревность так взыграла через два месяца, когда она вернулась? Какие изменения? Ну, изменения в том, что, как бы, уже общение совсем другое было. Нет, подождите, а вы сказали, она была покорная, правильно? Реально стирала, готовила, убиралась, сообщала, куда идёт, в любой момент попросила, юбки не носила, выясни, где находится это, а потом, что стало? На тот момент, когда он уже приехал, я как бы уже думал, может, мы поменялись местами, я, может, куда-то выйду, там, мне бы тоже захотелось узнать, где я нахожусь. Правильно. Я не считаю нужным. Ну, конечно, это вам можно вот это вот там. Нет, подождите, нет. А, правильно, а зачем сообщать, жене-то? Ну, вот, я имею в виду, что я за свои 23 года ни перед кем не отчетывался. Сиди и жди, когда придёт. Да. То есть вы считаете, что вы хозяин, а жена – это вещь? Нет, жена – это не вещь. У нас ведь ещё работа ночная, правильно? Ну, да. Надо быть к чему готовым? Вот, кстати, Адельичка должна знать, вы приходите после работы когда? Утром. Ну, бывает и утром, бывает, я могу и в 20. Утром. Хашик должен быть уже готов, горячий стоять. А он заходит, а она веником убирает. Всё, скандал, короче. Всё, три дня не разговариваем. Счастье моё, а у вас в семье вот так, как вы сейчас рассказываете? Честно, да. Мама с папой вот именно таки начнут? Да, мои родители вместе, как бы я восхищаюсь тем, как мой отец любит мою мать. Господи Божий, почему вам не попадётся такая, как я, лет 20 назад? Вы бы у меня спрашивали разрешение воды попить, счастье моё. Я бы вас просто закрутила бы в такую, чурчхела бы, просто вот так вот бы. Где вы такую найдёте в Москве? Девушку, которая не будет спрашивать, где был, где деньги? Не знаю, куда идёшь? Ей, прям, губы красить нельзя, юбку короткую надеть нельзя. А, кстати, консерву вы будете. Конечно, он. А за ваши деньги? Конечно, абсолютно. Ну вот, а чурчх. Я считаю, что я достаточно зарабатываю. А четыре раза в году поехать отдыхать за границу мы потянем? Честно, я как бы, это не по моему времени, я как бы просто по времени. А жену отпустите? Нет. С мамой. А скажите, а у нас Аделичка хорошо сейчас одета? Гардероб менять не надо? Ещё платочком я сверху бы одела. Щекотливый очень вопрос, конечно. А ваш стиль такой предпочтительный? Вам нравится, как девушки одеваются? Ну, вы знаете, я, вот если девушке моей понравится какой-нибудь наряд, мы можем это как бы уже вдвоём обсудить. Не обязательно, что я скажу, вот мне это нравится, значит... Хорошо, тогда что не нравится? Что категорически не нравится? Ну, например, брюки там, или длинные юбки, или низкий там вырез. Да, вот как бы вы с вырезами, с прорехами, вот как бы, да. Слушай, а если бы она пришла в кимоно? В кимоно на этих деревянных штучках. С такой штукой. Как девушка? Да, 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 да. Ваге, покажите, пожалуйста, то, что вы приготовили для нашей невесты. У меня сегодня два сюрприза. Я хотел бы пригласить к нам в студию Дедушка Мороза. Ой, какая прелесть. Пригласите. Скорее. Спасибо студии. Какая прелесть. Ох ты мое счастье, Дедушка. Дедушка Мороза. Уважаемые зрители, уважаемые дамы и господа, хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом. Хочу пожелать крепкого здоровья всем вам и вашим родным, чтобы в Новом Году хотя бы на маленькую дольку того, что мы задумали, сбылось. И я думаю, искренне следить свою вторую половину. Слава, Танэм. Ай, красавчик. Слушай, да? Красиво, да? А мы, видите? Я еще приготовил песенку. Ой, какое счастье. Сейчас мы еще песенку послушаем. Как вам, Ваге? Ну, честно говоря, я думаю, что это ее просто антиидеал, потому что все то, что она себе представляет, мужчину своей мечты, которую она представляет, он должен быть более мужественной внешне. Во-первых. Во-вторых, выбирать ей гардероб, это вот просто не для нее, потому что она привыкла выбирать его всегда сама себе. Вот, и губы красной помадой, это единственное, наверное, что она красит. Да, глаза совершенно не подведены. Нет, ну, это как бы... Новый год. Новый год. Это все сделано только для программы, вот эти вот глаза. Ну, я думаю, честно, вот как бы я ей не понравился на самом деле. Мне кажется, больше вот, наверное, подруге понравился. Анжелочка, как вам жених? Вы-то женщина уже повидавшая. Нет, вы знаете, я просто хочу сказать, что с этим мальчиком как за каменной стеной будешь жить. То есть, да, 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 но единственное, что вот минус, вот это слово ревность, потому что я считаю, что в семье должно быть в первую очередь доверие. Ну, что ты, мама на меня так очень подозрительно смотрела, конечно. Ну, я не потерплю ни доверия. Доверие для меня это в первую очередь. И в том числе то, что ему нельзя перечить. Естественно, я должна иметь слово в семье. Девчонки, вот послушайте, пришел мальчишка. У меня такое было ощущение, что я разговаривала с 14-летним максималистом-подростком. Все, что говорил сегодня Ваге, года через три пройдет, он будет это все вспоминать с улыбкой. Ничего, ни следа не останется, потому что такой женщины, в принципе, нет. А если такая есть, то ей лет 70, и она слепо глухонемая. Поэтому мне, знаете, ну пусть пофантазирует сейчас, ну пусть. Ну, это же мальчишество абсолютно. Это квадрат Марса и Плутона, Ларис. Человек всегда будет жестким в своих высказаниях, безапелляционным, и, в общем, я бы даже сказала, жестоким в каких-то моментах. Ой, да ладно, пусть будет. Главное, чтобы жена была довольна, детей, чтобы все были обеспечены, радостный, стол большой. Нет, честно, мне кажется, они все все равно за меня, потому что, как бы... Самое главное, чтобы она была за тебя. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Не пропустите новое знакомство через несколько минут. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии «Адель». Идите, встречайте второго жениха. Удачи. Здравствуйте, Ян. Какой вы импозантный. С кем пришли? Я пришел со своим братом и другом. Вот, брат зовут Валера и друга Дмитрий. Очень приятно. Давайте с нас посмотрим. Ян, 25 лет. Диджей. Катается на коньках, играет в хоккей. Признается, что очень любит зиму. Предупреждает, что не позволит своей любимой завести большую собаку и решать вопросы, касающиеся интерьера. Планирует уехать в Канаду, поэтому избранница должна быть готова последовать за границу вместе с ним. Я наставлял своей девушке деньги на расходы по хозяйству, а когда приходил домой усталый и голодный, видел на девушке новое платье и пустой холодильник. Решил, что его используют и ушел. Надеется, что «Адель» – рачительная хозяйка. И где вы с такой бесхозяйственной познакомились? Нас познакомил друг. Я в тот момент служил в армии, и как-то в одной из увольнений мне пришлось заехать к нему в колледж, забрать его и, соответственно, так познакомились. Страшное дело. В армии все девушки нравятся. Никита Михалков рассказывал, когда он служил, он говорит, я только заходил в троллейбус, и запах женщины. Говорит, уже просто голова. Поэтому я вас понимаю, ну, порассказано. Но дело в том, что мы отношения завели гораздо позже, после армии, то есть где-то года через три почти. И как-то закрутилось, завертелось. Ну, вы с ней стали вместе жить, и о чем-то, наверное, договаривались. У вас же были к ней какие-то требования или просьбы, или мольбы, в конце концов. Типа, любимая, я прихожу, как собака, уставшая, ну, хотя бы яичницу мне там приготовить. Не, ну как, зря так. Это было не всегда, понимаете? Если бы было всегда, вы бы сейчас были мертвы от голода. Но временами новые сумки появлялись, да? Вместо колбасы. Ну, появлялись, конечно же, там, эксперименты с едой. Ну, как бы, честно вам признаюсь, не всегда подхожу. Я просто сам люблю готовить. То есть, какие-то определенные моменты. Мы полтора года вообще... В случае, он сейчас заплакал бы, развал бы сказал. Гадина она была. Всю молодость испортила. Паразит-то. Ну... Нет, полтора года мы вообще, то есть, не ругались за те... А что потом случилось? Потом, скорее всего, бытовуха нас уже сняла. Я думаю, вы ей не делали предложение. Она сказала, что я буду корячиться. Для этого Янчика. Нет, я... Заживу-ка я для себя. Я вам открою небольшой секрет. Открывайте. До того момента, как мы расстались, я как бы хотел сделать небольшой сюрприз и 14 февраля, надеюсь, всех влюбленных, как бы сделать предложение. 14 февраля 2215 года? Нет, я не успел. Дело в том, что за 10 дней до этого мы расстались. А почему? Что стало последней каплей-то? Ну, пришел домой с работы, то есть, просил купить банально хлеб, да, и сахар. Прихожу, уставший, ну, где-то часов в 11, наверное, вечера. Замечаю новую сумку, сделал вид, что не заметил, сказал, красивая сумка, и спать. На следующее утро я уехал на работу, возвращаюсь, захожу, идеальный порядок. Я в шоке, думаю, ничего себе. Наконец-то, да? Первый раз такое в жизни. Вот. Вот, как бы просто идеально чисто. И нахожу записки, то, что все, я ушла. А это что было? Сахар покупать. Сахар покупать. Проферкс, свечи свои собрала, разбросанные по дому. Главное, чтобы хлеб был дома, чай и сахар. А в дом хлеб с маслом. Да, потом икра уже. А у нас, Адельочка, тоже любит денежки тратить мужа на всякие обновки. У нас вон три шубы. А у вас денег хватит, милый? Да нет, наверное, на три шубы сразу не хватит. А, так ладно, милый, да чего три шубы? Так мы четыре раза в году отдыхать хотим за границей. Ну, это же, в принципе, хорошее привилегие, почему бы нет? Зато губы разрешает красить, одевается, пусть как хочет, главное, чтобы они свои. Правда? Зажигает тоже, пусть как хочет. Я, в принципе, не против, чтобы девушка отдыхала. Главное, чтобы хлеб и сахар был дома. Ну да, а если она повезет его, в принципе, отдохнуть куда-нибудь, сама организует, то тоже, в общем, приветствуется четыре раза в год, неплохо. Не, ну да, превоспешил меня. Если она продумает тот момент, куда поедем отдыхать, я с большой радостью. А какие требования у вас будут? О чем будете договариваться? О чем будем договариваться? В новом году. Или ну ее хлеб с сахаром. Знаете... Белая смерть и мягкая. Не люблю, когда критикуют мой род деятельности и тем, чем я занимаюсь. А какой род деятельности? Молодец. У меня своя компания по организации вечеринок, корпоративов, свадьб и праздников. Да, и плюс я еще диджей. Получая интересная работа. То есть у меня ночной образ жизни. Тоже ночной. Ночной образ жизни. Я, то есть, в основном ночью не сплю. А когда вы будете встречаться-то и общаться? У нас целый день впереди. Так вы будете высыпаться днем? Ну, вы знаете, ради любимой я готов пару десяток. А жена будет работать? Жена? Работать? Если по собственной прихоти. А вы будете работать? По желанию, да. Ой-ой-ой. Какая она печальная. Очень печальная. Она даже глаза не поднимает. Скажите сюрприз, пожалуйста. Сюрприз, пожалуйста. В преддверии Нового года хотелось бы сделать такую небольшую сказку, да. Ну, соответственно, с исполнением желаний, может быть, с каким-то сюрпризом, да. И поэтому для этого мне понадобится сказочный персонаж, да. Ну, соответственно, позовемте дружно Деда Мороза, чтобы он нам помогал. Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Привет! С праздничком вас! С праздничком! Ну, давайте сюрприз готовить. Хотелось бы дать тебе волшебную палочку. В виде бенгальского огня. Здесь шарики. В шариках лежат небольшие, ну, желания или там какой-то некий сюрприз, да. Соответственно, твоя задача будет заключаться в следующем. Шарики по очереди лопать. Не хочешь? По очереди только. По очереди, да. Да, и смотри, что там написано. Мороз! Опа! Что там написано? Ой, у вас рука сгорит. Поцелуй в щечку? Да. Ну, соответственно, если нету пока такой возможности, можно поцеловать в ручку. Подболить вашу ручку. А, ручку, пожалуйста. Зеленый. Оп! Цветы. Ой, какой хороший сюрприз. Оп-оп-оп-оп-оп. Будьте любезны, помогите мне. Пожалуйста. Обнять? Ну, да. Ну, быстрее давай обнимай, потому что... Я вот тебе огонь сейчас провлюсь, но и красный. Последняя. Опа! Последняя. Что же вы разрешаете девушке наклоняться-то? Стоит. Подарок. Цар. Она же принцесса. И ждет, пока она наклонится. Спасибо огромное. Спасибо большое. С наступающим Новым годом. Спасибо. Спасибо, Дедушка Мороз. Спасибо, Дедушка. И вам, Ян, спасибо. Молодец. Проходите, парни, в свою комнату. Так, сейчас послушаем. Ну, интересно, на самом деле, как ей такой вариант. Тише, тише, тише. Сейчас послушаем. Как вам, девочки? Я знаю, что это не ее вкус. А невеста ваша балованная. Нет, он очень приятный молодой человек, но просто действительно, во-первых, он чуть ниже ее ростом. Учитывая то, что она ходит настолько на каблуках. А шея был высокий. А нам, они, кстати, одни скорослые все. Главное, чтобы рубль был длинный. Ну, вот это да. В следующий раз, короче, буду на операцию, увеличиваю ноги и обратно. А вам как Анжела, Жених? Приятный молодой человек. Ну, я знаю ее вкусы. А вам он, в смысле, внешне понравился или с материальной стороны? У него там два дома. В Канаде. Так, на минуточку. Честно говоря, материальная сторона не очень интересует. Нет, главное, чтобы мозги на месте были, понимаете? А у него вроде на месте. Нет. Вы говорите в применциальную сторону, что у него что-то есть. Это не самое важное. Важно, чтобы еще и любовь была. А с обедного пойдем? Ну, смотри, какого обедного? Если он с харизмой, у него будет будущее, то можно. Роза, как тебе жених? Мне жених Ян понравился. Молодец, хороший. Но мне его жалко. Честное слово. Грыжу надо нарастить себе. Надорвет с вами. Честное слово. И так, ночь, как говорится, и ночь, и день работает. Его уж вообще просто-напросто не нет. Пускай он попроще чего-нибудь. Не так прямо вот. Хороший, легкий, пришел, подарок вам подарил, сюрприз показал. Хороший парень, 27 лет. Все ночи работают. А когда внуков ты дождемся? Я вот за розу выйду. Если роза зайдет, я выйду. Самые сложные герои у нас в студии – это мужчины, в основном, с весовской луной. Это те люди, которые пытаются провести на нас хорошее впечатление, но не пустить поле в глаза, а гармонизировать обстановку, сделать вид, что они такие правильные. Они с трудом критикуют своих бывших жен и вообще даже с трудом говорят, что происходило. На самом деле понять невозможно, в чем была претензия. И она была прекрасной хозяйкой, прекрасной матерью и женой, но пятый раз ее бросают. Вот на самом деле, Ян из этого же числа... Так и у нас и Адель тоже из этого вот такая сидит, понимаешь, глазки в пол. Непонятно, абсолютно... У Адели немножко другие показатели, но тоже много воздуха. Но вот Ян из числа представителей мужчин с весовской луной, конечно, не открылся совершенно. Мужчина очень чувствительный, очень эмоциональный, очень любящий мужчина, который готов увлекаться даже не столько любовью, а своим ощущением влюбленности и не видеть женщину вообще реально. Мужчина, который любит любовь. Все женщины о таком мечтают. А тебе она как? Ну, ты знаешь, честно говоря, если она волосы вот эти располы, возможно. Мне показалось, что там она выглядела лучше, чем здесь по телевизору. Да, кстати, жива, она немного лучше, я согласен. Совсем скоро нас ждет еще одно знакомство, которое может стать судьбоносным. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженисье» и я предлагаю Адель встретиться с третьим женихом. Проходите удачи. Спасибо. Здравствуйте, Агасий. Здравствуйте. Я сегодня со своей свитой, как говорится, с друзьями. Это друг Габриэль и мой двоюродный брат Саркис. Очень приятно. Вы тоже армянин? Да. Давайте на вас посмотрим. Агасий. 28 лет. Художник и дизайнер. Увлекается скульптурой и играет на гитаре. Мечтает приобрести раритетный автомобиль. Признается, что любит проводить время дома или с друзьями на даче. Никогда не женится на девушке, родившейся под знаком водолея. Избранница Агасий давала ему поводы для ревности своим дружеским общением с другими мужчинами. Решил, что такая жена ему не нужна. Надеется, что Адель понимает, что дружба между мужчиной и женщиной быть не может. Ну вы такой модный художник, сразу видно. Ну... И значит, все-таки ваше представление такое некосное, да, о женщинах? Как сказать, женщина, ну человек сам по себе свободный. То есть волен делать все, что хочешь. Если запрещаешь, хочется больше. Красавчик. Он просто красавчик. Агасия, вы современный, модный, живете в России? В Москве. В Москве. И никуда уезжать не собираетесь? Собираюсь. Куда? В Штаты, скорее всего. То есть я понимаю, так, жена должна быть мобильной, и если вы скажете, то она должна за вами... Жена должна быть в первую очередь сексуальной. Правильно. Она вот уже начинает мне потихоньку нравиться все больше и больше, да. Вот своей улыбкой, знаешь, вот... Ну, я думаю, что он ей не понравился. А как вы представляете свою семью в идеале? Вот семью Агасии? Моя семья, семья Агасии, это безумная парочка, которая, в принципе, в любой момент может собраться, уехать в другое место жить и попробовать насладиться вот этой ситуацией жизни, которая есть там. А потом решить, что хочется еще что-то. В чем еще ваша, допустим, себя будет отличаться от среднестатистической армянской обычной семьи? Ну, многим чем я бы сказал просто. Что-то вы там про сексуальная. В сексуальном плане также должна быть свобода и никаких стеснений. То есть я человек такой, когда я общаюсь с женщинами, с девушками изначально, я всегда говорю о сексе. В первую очередь все начинают думать, да ты озабочен, да ты это. Я говорю, давайте подумаем. Для того, чтобы любить друг друга, нужно уважение, понимание, доверие и секс. А на каком свидании по счету вы вот начинаете декларировать вот все эти вещи? Ну, бывает на первую, бывает на вторую, бывает на третью. Это зависит от того... А когда надо? И задерживаются девушки-то или думают, опаньки... Девушки, ну, скажу так, многие изначально боятся, но после того, как они понимают, о чем я... О чем я? Как бы глаза боятся, а руки делают. Вот именно. Он своей дает свободу и никаких стеснений. В смысле, не стеснений в чем-то, что пойди там погуляй с кем-нибудь или как? Ну, может его свободную любовь какая-нибудь устраивает. Нет, ну зачем тогда жениться, как бы. У вас есть сюрприз? Есть, есть у нас сюрприз. Я попросил бы спеть моему брату. Моему сюрприз? Да-да-да, сюрприз, поднимайся. И можно попросить подняться на сцену. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Надо же какой-нибудь момент сделать в танце, а не постоянно это же. АПЛОДИСМЕНТЫ Нас здесь feeling of waiting for the night, waiting for the right time to come. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое! Спасибо. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, девочки, делитесь впечатлениями. Очень интересный молодой человек. Действительно интересный со всех сторон. То есть творческая личность, в принципе, что еще можно сказать. Но внешне... Что? Что вам внешне? Ну, мне-то ладно, мне ничего, но ей вот внешне нет. Худоват. Худоват. Нужно будет откормить его. Да, чувак, вот это вот небольшой косяк. Ты ее полноватой нарисовала. Ну ничего, поправится. Будет похоже. Мне кажется, пара. И смотрели все, кстати, изумительно. Ничто не раздражало. И комплекция. Рост все очень подходит. И сексуально. Да, особенно поговорить любят. Агася, какие же впечатления какие? Отличные. Отличные. Он в подпечатлениями. Ну нормально. Что, хорошая девчонка. Я думаю, она не так тихоня, как показывает. Но это же радует. Жгучий. Внутри такой же жгучий, как и снаружи. Стиль общения всегда будет очень непростым. Способен любить только одну женщину. К счастью, не нескольких сразу. Но если изменит свое мнение и полюбит другую, то жена об этом узнает немедленно. Я боюсь, что это мужчина опасный с точки зрения своего увлечения красивыми женщинами. Каждый раз это увлечение будет новым. Они классно станцевали, кстати, покружились. У меня вообще не было. Вот я в сказку попал где-то. Красавица с чудовищем на боли вращается. Айна, кого рекомендуете, подруги? Я порекомендую Ваге. Вы что скажете? Ну, я, наверное, Яна. Как она тебе понравилась? Нет? Ну, ты знаешь, в принципе, она ничего девушка. Но вот ее копчан сверху меня как пугает немножко. Сами не бедные. Вы можете себе позволить такую роскошь – выйти замуж по любви. Но все-таки мужа надо для совместной жизни выбирать. Вот Ян, мне кажется, будет вам и ноги мыть, и стазика пить, и икона вы будете. А знаете, а это неплохо для красоты. Я тоже за Яна. А я за Агаси. Во-первых, он старше всех женихов, уже что-то понимает. Во-вторых, он художник. Все-таки в его профессии предполагается какая-то свобода. А это неплохо. И даже если процентов 70 – это его фантазии, то они, фантазии, такие какие-то не страшные. И в-третьих, конечно, вы монтируетесь. Вы очень хорошо смотрели с ним вместе. Ну что, ты готов? К чему? Выйдите. А если предложить руку и сердце, думаю, да. Вы мечтаете, с одной стороны, о мужчине, который бы вас развлекал, и с другой стороны, чтобы он был достаточно послушным. Это Марс в Раке и Близнецовская Венера. Поэтому я считаю, что сегодня среди всех мужчин вам подойдет именно тот, кто представляет стихию воды – Агаси. Точнее, Агасичка. Но поскольку вам нужен мягкий мужчина, то Агасичка, а не Вагешечка и не Янчик. Ну, вы слушаете свое сердце, и оно вас приведет туда, куда нужно. Мы с вами, мы вас поддержим. Спасибо. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс их номером по телефону 4-4. Екатерина, 27 лет, номер 2275. Менеджер по образованию за рубежом, лингвист-переводчик и магистр политических наук. Танцует хасл, занимается йогой, хочет познакомиться с целеустремленным и надежным интеллектуалом. Кирилл, 45 лет, номер 2276. Менеджер проектов в строительной компании. Гордится тем, что умеет со всеми находить общий язык. Планирует открыть собственный ресторан. Мечтает встретить энергичную брюнетку с сильным характером. Мы не знаем, выйдет Адель одна или с избранником. Я приглашаю всех. Выходите, давайте ее поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас есть пара Адель и Агаси. Мы хотим пожелать вам любви в Новом году вместе с Аврамом Руссоу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ С Новым годом! С Новым счастьем! Мир в ваших сердцах, мир в вашей душе. Я вас люблю и обожаю. Еще раз поздравляю! Поехали! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс именем героя на номер 4 четверки. А я, Лариса Кузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А это у вас прямо в свидетельстве, в дипломе написано «космонавт». Да, когда я открывал диплом, как где было написано «космонавт», ржали. Слушайте, мужчина, который снимает квартиру с двумя снегурочками, вызывает настороженность. У меня всегда были проекты, где участвовали мальчики и девочки от 14 до 18 лет. И мальчики? Да. А вас как любить надо? Меня любить надо... Регулярно. Можно уехать, можно остаться. Редактор субтитров А.Семкин